Поехали. О, хорошо оттягивается, прям подвесить можно. Дышим? Приветствую всех на канале Тимура. Меня зовут Мария Борисова. Поехали. Да прибудет со мной сила. Ну что, литературу поднимали, уточнили? Заколчика. Горячее полотенце. Поехали. Ваши палаты. Морячее. Поехали. Ну что, литература. хорошо оттягивается прям подвесить можно погнали наши городские вакуум Продолжение следует... 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 Хотя мне пациенты предлагали поставить камеру, где подставка для лица, чтобы в конце сеанса показывать, какие метаморфозы происходят. Да, как на американской горке тебе потом дают. Слушайте, дополнительный вид заработка, да? Да, да. Спасибо. Сейчас будем снять бедро спереди, готовимся. Отпускаем ногу, расслабляемся. На правый бок не заваливаемся. Поехали. Ну, мы его усиливаем. Да. В идеале, когда растяжка идет в статике, минимальное время держать ее 30 секунд. Вот как такое движение делать каким-то гимнастом? Художественным. Ну, мы сейчас делаем пассивный стрейчинг, да? Статическую растяжку, пассивную. Ее же можно делать и самостоятельно, и активно, да? То есть есть элементы на коврике или в гамаке. Тимур, уже не так больно? Ну, да, уже. Ошибка. Расслабляем. Могу подуть. Ну, и вот, соответственно, когда мы начинаем делать статические растяжки, мы начинаем с 30 секунд, и потом постепенно, постепенно доводим до двух минут. По-моему, мы в прошлый раз говорили, да, про золотое правило, что перед любой нагрузкой сначала динамическая растяжка, потом какая-либо нагрузка, потом статическая растяжка. После выхода ролика мне кто-то из подписчиков Тимура написал, а почему вы не делаете массаж ногами? Ну, вообще, раньше, пока не начались проблемы с весом, я делала ногами, то есть подключала их в работу. Сейчас в этом необходимости нет. Цели раздавить пациента у меня тоже нет. Ну, вообще, я дружелюбный человек, я не ненавижу пациентов. Красота какая. Не, ну, молодец, не сдает. Вот здесь я фактически вообще свою силу не использую. Мы раскачали Тимура и на противодействие разминаем его мышцу. Вот здесь используют. И защищем разминаем его мышцу. Продолжение следует... 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 Хотя, безусловно, весь интернет пестрит лозунгами о том, что массаж не должен быть болезненный Я поддерживаю, да, массаж не должен быть болезненным Ну так и человек не должен быть как... Извините То есть предполагается, что человек соблюдает водный баланс Делает растяжки, ест нормальную еду, спит вовремя Даже антицеллюлитный массаж считается одной из самых болезненных техник Если, допустим, пациентка делает его достаточно регулярно, соблюдает водный баланс То есть у него нет застоя лимфы, переносит гораздо легче, чем те, кто, допустим, только пришли А с лечебным массажем там все просто Есть проблемы, есть боль Нет проблем, нет боли То же самое со спортивным Спортсмен потянулся, он лежит, кайфует на массаже Не потянулся, молитвы читает Родственников вспоминает Готов? Да Так, коленку отпускаем На левый бок не заваливаемся Дышать можем? Да Болезненность ушла, нога претерпелась? Ну, чувствуется, тяга А, понятно, сейчас уже не скажу, да? Не, ну, она прям Как на той ноге Ладно, еще минут, ну, секунд пять, постоим и поднимем, да? Угу Пахнет совсем чирно Ладно, булитку не будем сворачивать Все, все, дальше не веду Молодец, еще отпускайте, отпускайте Колено тоже отпускайте Вот Отлично Прям видно, да? Сейчас расслабление пошло Сейчас мы продавим мышцы через ткань То есть, как правило Это используются такие элементы Со спортсменами Когда, допустим Спортсмен-то занимался Но не потянулся Там Плюс его все посушили И у него вздулись мышцы И вот тогда Чтобы как-то его жизнь облегчить Начинаем Вот таким вот образом Отпускайте, отпускайте, отпускайте Все, молодец И стоим Опять-таки, когда все хорошо Эти манипуляции Ну, они практически безболезненные Бицепс бедра сейчас передает привет Отпускаем, отпускаем Ягодичные мышцы тоже отпускаем Сейчас какой-то дневногий И после сеанса, Тимур Как выйдет два метра Блондин с голубыми глазами Это уже не важно Вы цепляетесь к мелочам Вначале мышца, безусловно, встречает Негативно Сопротивляется И потом потихонечку 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 Начинает отпускать Кровообращение начинает восстанавливаться Кровообращение начинает Укладываем пяточки в стороны Главное, дышать не переставайте Еще разочек Пройдем Судорога? Нет Аппликатором стали пользоваться, не? Нет За это я буду Ну да, будем мотивировать Поехали Судорогатором стали В этом положении для пациента намного удобнее дорабатывать спину Особенно те, у кого гипертония Или избыточная масса Потому что лежать вниз лицом достаточно тяжело Пришло желание купить аппликатор? Нет Зря И все-таки она вертится, да? Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Шею тянется из-за того, что верхний отдел трапеции в гипертонусе и большая грудная окорочина Это основные две проблемы, из-за которых идут последствия с шеей Все остальное это сопутствующие симптомы Субтитры Алексею Дубровскому Не планировали мы сегодня делать грудные, но сейчас я их сделаю, потому что шею мы иначе нормально не потянем. Плечи вниз. Плечи вниз. Плечи вниз. Шею тянет? Под лопаткой стреляет? Нет. В трапецию пришла растяжка? Верхний трапецию. Я уже не пойму, где растяжка. Понятно. Плечи вниз. Плечи вниз. Больше шеи тянет? Плечи вниз. Плечи вниз. Плечи вниз. Плечи вниз. Плечи вниз. Плечи вниз. Можем? Опускаю подставку. Шею тянет? Угу. Шею тянет? Угу. Шею тянет. И из растяжки, неважно сами вы делаете или кто-то тянет. Всегда выходим медленно. Шею тянет. Угу. Шея тянет? Шея тянет. Продолжение следует... 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 Ладно, давайте порастираем, да? Это я думаю. Вообще, должно было быть полегче. Не же пальцами, не костяшками. Все, сваливаете в другую сторону. Не обращай внимания, почему у меня решетка на этом окне. Продолжение следует. Ну, улыбается человек, нравится ему. А страдает так для вида. Выдыхайте. Выдыхайте. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 По чуть-чуть отпускайте. Ещё. Ещё. Но вообще, имеете ввиду, чем больше укорачиваются мышцы в подъёме, тем больше палец будет уходить в сторону, будет перекашивать всю стопу. Как этот массаж вообще называется? Вот он у вас как называется? То, что мы сейчас сами делаем? Спортивный. Спортивный. Пора, просто сходил, но спортивный совсем по-другому был. Я просто лежал, как массаж спиной. Удивите меня, что вы там делали. Просто переживали. Не, ну, пардон, вы здесь у меня тоже не скачете, вы не лежите. Не, ну, там было не было. А, мы говорили про спортивные массажи. Вот у нас с вами, да, у нас с вами идёт расслабляющий. То есть после такого массажа через 12 часов спортсмен показывает лучший результат. То есть мы в работе руководствуемся тем, что нужно максимально расслабить и подготовить к работе. Для того, чтобы работать лечебный массаж, я всегда пациентов отправляю, они делают у меня. В зависимости от того, какие жалобы, МРТ и УЗИ. УЗИ брюшной полости и МРТ позвоночника. Либо один конкретный отдел, который проблематичный, либо весь позвоночник. Тимур, садимся. Навалик? Да. По-турецки. Всё, всё. Свело. Ногу теперь? Ногу свело. Серьёзно? Нормально. Где? Вот здесь было, но всё прошло. Но это я так её просто закинул. Точно? Да, всё нормально. Расслабили. Грудная тянет? Можно повыше. Сейчас? Угу. Подмышка уходит? Что такое? Хорошая. Такая нормальная. Продолжение следует... Руки в замочек. Не бойся, не бойся. Ложись. Рёбра тянет? Угу. Угу. Рёбра тянет. Угу. Продолжение следует... Все, молодец, герой, своих не сдал. Да, было очень жестко, особенно с ногами. Вообще просто максимально. Что еще жестко, что еще сказать. Жестко все, что я могу сказать, блин. Прямо было тяжко. Много терпеть приходится. Но это надо было ощутить, реально, не знаю. Что ставьте лайки, если терпели вместе со мной. Легко-легко ничего не боимся.